Осенью можно обрезать живые изгороди из чувушника, сирени, шиповника, спиреи, боярышника, липы, полыни, золотистой смородины. Вообще, обрезку можно провести и весной, однако лучше сэкономить себе это время в начале сезона, особенно если изгородь у вас достаточно длинная. Рекомендуется эти работы проводить в начале и середине осени, не затягивая до заморозков, чтобы места срезов успели зажить и деревья таким образом не пострадали зимой. Стрижка изгороди способствует тому, что она становится густой. Если подстригать ее каждый год, со временем изгородь станет практически непроницаемой для взгляда. Да и выглядеть она будет значительно аккуратнее. Высоту, на которую мы обрезаем изгородь, можно периодически изменять. Это способствует активному ветвлению, благодаря чему мы сможем более точно придавать желаемую форму. Если живая изгородь старая и внизу стволы голые, то стричь ее слишком низко опасно. В таком случае есть риск, что части дерева могут засохнуть и растения будут долго восстанавливаться. А если изгородь у вас напротив совсем молодая, то стричь ее также нужно в первые годы с осторожностью, тщательно выбирая побеги. А уже потом можно будет проводить обрезку целиком до желаемого уровня. Если вы посадили изгородь только что, то первая стричка осуществляется на второй год после посадки. Потом она проводится ежегодно весной или осенью, а в дальнейшем может проводиться и чаще. Особенно это касается быстрорастущих растений, которые быстро теряют четкость линий. Еще одно общее правило. У молодых растений срезают не более трети годичного прироста, а уже потом, когда растения становятся старше, их можно укорачивать до половины. Осень – самое время подкормить живую изгородь. Лучше всего сейчас внести калийно-фосфорные удобрения и микроэлементы. Осеннее его внесение не рекомендуется, так как это может повредить кустам. Все это будет способствовать тому, что побеги на живой изгороде будут активно отрастать. Иногда в декоративных целях под растения кладут камни. В небольших садах они облегчают уход, способствуя задержанию влаги. В этом случае отодвиньте камни, проведите подкормку, а затем положите их на место. В любом случае после стрижки кусты нужно обязательно полить и замульчировать корой, щепой, торфом или хотя бы скошенной травой.